Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня сделаем задачку в JavaScript собеседовании, напишем функцию DeepMerch. DeepMerch это функция, которая объединяет два массива с учетом их вложенной структуры. Будем делать это на TypeScript, будем делать это через тестирование. Единственное, что TypeScript мы будем использовать все-таки без типов. О типах мы поговорим в отдельном видео, вероятно в следующем, где подробненько с этим разберемся. Чтобы не усложнять это видео, будем пока без особого углубления в типы делать реализацию. То есть, по сути, для JavaScript это будет все то же самое, так как TypeScript это просто JavaScript с типами. Так как мы будем делать все это с помощью тестов, то у нас будет вот такое окошко с тремя секциями. Первая секция под написание кода, вторая секция под написание теста, а третья под вывод результатов запуска теста. Давайте начнем с того, что сделаем заготовку под наш тест DeepMerch. Базу для данного видео мы делали в прошлый раз. В прошлом видео можете посмотреть, как я сделал жест-тест. Мы будем использовать framework жест для тестирования. И засетапил я это все еще в прошлом видео. Вот можете посмотреть и сделать то же самое. В этом видео я сразу начну с теста. Значит, есть у нас тест DeepMerch. Здесь мы сразу взяли несколько ненужных частей из базового теста. Нам пока они не нужны, потому что у нас только одна функция. Никаких инициализаций до и после теста нам делать не надо. Давайте назовем нашу функцию DeepMerch. Наш тест DeepMerch. И, собственно говоря, вот заготовку мы сделали. Теперь мы должны запустить DeepMerch тест для того, чтобы его отслеживать. Изменения в этом тесте. Запустили. Смотрим, что у нас выдается ошибка, потому что в тесте нет ни одного тестового случая. Значит, следующий шаг. Вот мы запустили пустой тест. Следующий тест должен давать какую-то красную линию. Причем красная линия может быть не только тем, что не выполнены условия теста, но и тем, что тест не может быть запущен. Сейчас вы поймете, о чем я. Смотрите, мы пишем id и берем самый базовый пример работы нашей функции. Наша функция должна merge объединять простые объекты. Простые – это значит без встроенной, без вложенной структуры, с уникальными полями. Отлично. Вот мы теперь делаем реализацию под эту задачку. Она у нас в данном случае ожидает, что есть некая функция deepmerge. Этой функции не существует, но мы ее прописываем. И вот у нас есть первый объект с уникальным полем A значением 1, и второй объект с уникальным полем B значением 1, результат которых должен быть равен объекту A1B1. Так, смотрим. Вот у нас, собственно, появляется первая проблемка. Тест, если мы его даже сейчас сохраним, не может быть запущен, потому что у нас нет определения deepmerge. Уже это является красной линией. То есть мы теперь можем перейти и дать определение нашей deepmerge. Так, ну, собственно говоря, пишем экспорт функции, да, дефолтный. Так, у нее есть некий исходный объект, и, как я уже сказал, так, нам не хватает немножко места, давайте перенесем. Как я уже сказал, типизация в этом случае, можно сказать, никакая, потому что object — это встроенный в JavaScript понятие, и мы, в общем-то, никакой, по сути, типизации не делаем, потому что практически все в JavaScript есть объект, ну, и возвращает это все object. То есть, по сути, мы никакой типизации в данном случае не сделали. Это было бы в нормальной боевой программе неправильно делать вот такую типизацию. Дальше, так как у нас есть уже понимание, что нам нужно сделать, мы делаем простую реализацию под наш тест, в который мы, собственно говоря, просто все и выводим на экран. Так, нам остается в тесте только сделать импорт. Нам нужен наш DeepMerch, который мы возьмем. Хлоп, все. Значит, первая зеленая линия получена. То есть, первый простой вариант мы решили. Теперь нам нужно усложнять наш тест, мы пойдем дальше. Что более сложное для нашей задачи будет? А более сложным вариантом будет, если у нас какие-то поля будут накладываться друг на друга. То есть, он должен мерчить. Simple, повторяю это, без вложенных объектов. Объекты, простые объекты. Без, without. Ну, то есть, в данном случае, наверное, не ключей, а не полей, а ключей правильнее назвать. Такое название будет более корректным. Отлично. Так, вот мы делаем наш тест. И что мы ожидаем? Мы ожидаем, что у нас есть DeepMerch, которому передается два простых объекта с одинаковым полем, с разными значениями, которые будут нам равны, соответственно, объекту А2. Так, отлично. Запускаем. Так, у нас есть где-то ошибочка в 13-й. Тык-тык-тык. А, ну, конечно, конечно, конечно. Ну, так. Так, запускаем. И, смотрите, наша наивная реализация во втором случае сработала нормально. То есть, мы получили зеленую линию в нашем тесте. Соответственно, нам нужно что сделать? Нам нужно взять и скопировать ожидание и дополнить его. Что еще мы ожидаем от данного поведения? Если у нас простые значения, мы ожидаем, что они должны быть заменены. А что мы ожидаем, если у нас не простые значения, а массив? Здесь мы ожидаем, что эти массивы будут объединены. Вот наше ожидание мы записываем в нашей спецификации. Сохраняем. Хлоп. И, смотрите, мы получаем красную линию. Все. Наша усложненная реализация в первом варианте прошла замечательно, во втором получилась красная линия. Соответственно, здесь мы должны теперь это предусмотреть. Давайте думать, что мы в данном случае хотим сделать. Мы хотим уже реализовать более сложный вариант и понимаем, что объединение наших простых массивов заключается в объединении по ключам. То есть мы должны получить список уникальных ключей с первого и второго массива, пройти по каждому из этих ключей и объединить значения этих ключей по какой-то логике. То есть мы это уже сейчас можем осмыслить на данном этапе. Вот давайте такую логику и реализуем. Значит, первое, что нам понадобится, это, собственно говоря, набор уникальных ключей. Поэтому мы будем использовать set, множество, которое может содержать только уникальные значения, полученные из, соответственно, ключей source и target. Ну вот давайте мы это и запишем. То есть у нас есть object.kiss. Из source мы берем и для каждого из этого ключей, для каждого из этого ключей мы теперь говорим case add case. То есть мы теперь берем каждый ключ из source, добавляем в наш набор ключей. И теперь то же самое мы должны сделать для ключей target. Target делаем то же самое. Записываем. Отлично. Теперь мы должны пройти по полученному набору ключей. Для каждого из них мы должны, собственно говоря, сделать то. Мы должны взять некий результирующий. Нам нужен результат. Давайте его сюда добавим. Так, результат тоже будет объектом, соответственно, в этот результат. Что мы должны сделать? Мы должны по этому ключу добавить объединение этих значений. И вот здесь мы получаем дополнительную логику. То есть мы видим, что нам нужно взять и объединить значения. Давайте мы перенесем это на следующую строку. Значения из source и значения из, еще перенесем, чтобы сэкономить место, target key. То есть мы получаем явно дополнительную операцию объединить эти значения. Так, закрыли мы эту функцию и закрыли for each. Отлично. Вот мы понимаем, что у нас возникает дополнительная некая функциональность, которую нам проще всего вынести в отдельную функцию. То есть почему отдельная функция? Да, просто потому что у нас есть принцип единственной ответственности, единственной ответственности, и нам не надо громоздить бортянку функций. Функции не должны быть раздуты, не должны быть здоровыми. Нам нужно разбивать их по значениям. Поэтому мы совершенно спокойно делаем функцию mergeValues, которая у нас вообще сейчас никак не ограничена в своих значениях, которая может принимать что угодно, возвращать что угодно. И пока для нас этого достаточно. Значит, смотрите. Так как мы сейчас изменяем поведение, давайте сейчас вот так сделаем, возвращаем результат, мы соответственно изменяем поведение функции, нам нужно сначала учесть первый вариант, учесть наш первый тест. Поэтому первое, что мы должны сделать, это обеспечить возврат B или A. То есть вот такое простое у нас сравнение будет. Почему так? Смотрите. По нашему условию, for each key и он должен быть строкой. Вот так. Так, да. Значит, смотрите. В нашем случае, вот первая точечка прошел тест. Вот этот вариант мы учли. Почему? Потому что если у нас два значения являются простыми полями, мы возвращаем только второе. И, собственно говоря, мы учли в этом выражении. Единственное, что мы сразу сделали ошибку, данное выражение будет возвращать ключ, точнее, значение из объекта A в случае, если B будет нулем. Соответственно, лучше сразу учесть различные фалсы и трюфи значения. Поэтому вот правильнее было бы как-то вот так это сделать. Тогда возвращаем A, иначе возвращаем B. То есть если A это undefined, возвращаем A, а если B задано, возвращаем B. Запускаем. Так, да. Первый тест проходит. Можно уточнить сейчас, усложнить первый тест дополнительными проверками, потому что у нас возникли границы. То есть из-за того, что мы делаем вот здесь вот проверку такую, мы, соответственно, уже должны понять, что, например, что будет, если A будет нулем, или B будет нулем, что будет, если это там будет нау-значение, или другие какие-то фалсы-значения. Нам это по-хорошему здесь нужно проверить. В данном тестовом варианте, в данном обучающем видео, мы не будем это расшифровывать, потому что мы, в общем-то, более-менее это учли. Да, когда мы сравнили точно с undefined, мы это учли. Теперь продолжаем исследовать уже наш тест, который не проходит. Возвращаемся сюда. У нас возникает ситуация, что если у нас есть некий массив A и массив B, у нас должно получиться совсем другое поведение B. Тогда мы должны вот что сделать. Мы должны вернуть объединение результатов A и B. Бах. Проверяем. У нас тест прошел. Здорово. Давайте теперь в следующий, более сложный случай. Если у нас A это какое-то простое значение, а второе A это массив. То есть давайте это сейчас запишем следующим образом. Если у нас A это просто единица, а второй вариант массив. Ну и обратная ситуация, если мы их поменяем местами, нам ничего не мешает данный тест сразу записать так, как нам надо. Если первый вариант это массив, а второй вариант это какое-то простое значение. Записываем. Так, получили красный тест. Опять в соответствии с нашей стратегией. Красный и зеленый. Красный и зеленый. Вот теперь мы, собственно говоря, берем и рассматриваем два этих варианта. Если у нас массив, так, если у нас первый вариант это массив, а второй вариант не массив, да? точнее наоборот, первый вариант у нас не массив, второй массив. Ну, тогда мы по-простому объединяем. И обратная ситуация, да? То есть ничего сложного мы не делаем. Это простая, опять же, реализация без всяких оптимизаций. Смотрите, рефакторинг и улучшение данного кода, который на самом деле не очень красивый, это отдельная стадия. То есть в нашем разработке через тестирование на данном этапе не требуется сразу углубиться в рефакторинг и улучшение кода. Отлично. Мы получили ситуацию, когда у нас объединение простых значений и массивов корректно отрабатывает. Две строки мы можем тоже добавить, посмотреть, как это будет работать. Должна остаться вторая строка. Можем посмотреть массив со строками и так далее. Не будем это уточнять. По-хорошему мы должны были бы здесь рассмотреть все варианты объединения. Это строки, значения, на значение undefined и получился бы достаточно крупный тест. Но нам для разработки этого достаточно. Здесь важно понимать, что тесты не ставят целью рассмотреть все варианты стопроцентного покрытия. Мы получили то логик, которое нам надо и теперь можем перейти к третьему варианту, когда у нас появляются вложенные объекты. Вот такой тест мы сейчас напишем. И что мы ожидаем здесь? Мы ожидаем, что у нас есть некий массив A, у которого есть вложенный массив, вложенный объект B, у которого значение 1. И у нас есть второй массив, тоже с ключом A, у которого есть вложенное значение B и она двойка. вот такой вариант. И очевидно, мы ожидаем получить массив, у которого A, B и B равно значению двойки. Вот такой тест. мы сейчас берем два массива, у которого есть вложенный объект, мы их объединяем, так как это простые значения, то должно остаться только одно второе значение. так, здесь у нас есть одна ошибка, потому что мы забыли указать DeepMerch. DeepMerch и здесь нужно добавить вот так. Забыли добавить DeepMerch. Так, запускаем. Так, интересная ситуация. Почему? Потому что мы опять получаем зеленый тест сразу. А почему мы его получаем? Потому что у нас вот это вот условие отрабатывает. Ну, замечательно, значит, нам ничего дополнительно делать не надо. Теперь мы усложняем это условие и добавляем еще ситуацию, что у нас B это массив, соответственно, по нашим правилам B должно быть массивом 1, 2. Так, может и этот вариант уже у нас вложен. Нет, этот вариант не прошел. Мы получаем ситуацию, при котором нам нужно рассмотреть случай объединения двух объектов. То есть, если мы сюда посмотрим, у нас значением является объект A, у которого вложены есть еще два объекта. То есть, мы получаем значение, а это объекты. Соответственно, нам нужно написать функцию из object, к сожалению, у нас ее готовой нет. давайте ее простейшую функцию напишем, которая также получает A, B, которые также являются Any, А, так, что ж я пишу-то? Нет, конечно. У нас она получает некий объект, который может быть чем угодно, и возвращает нам вариант, является ли объектом. И, по сути, мы должны сделать проверку Type. Опять же, проверка не абсолютно в JavaScript полная, вы можете в комментариях привести свой вариант полной проверки. у нас, если является объектом Type. О, и она не является массивом, мы будем считать, что она тогда является объектом. Напишем здесь. Так. Так. И получается, что у нас есть проверка, если у нас A объект и B объект, тогда, тогда как же нам объединить два объекта? Оказывается, что мы теперь можем применить рекурсивную логику. Мы теперь можем использовать DeepMerch и сказать DeepMerch A и B сохраняем. Так. Сделали мы из объект. И смотрите, у нас тесты замечательно прошли. Что же у нас получается? Мы сделали три теста и сделали реализацию Merch функции. И теперь наша логика закончена. То есть, если мы на этом остановимся, то есть, у нас есть вложенные объекты, наша первоначальная задача, в этих вложенных объектах могут быть либо простые значения, вот этот случай закрыт, либо объекты, которые являются массивами, вот этот случай закрыт, либо одно значение является массивом, а другое простым значением, тоже эти случаи закрыты. То есть, теперь мы можем написать общий случай нашего DeepMerge, потому что он похоже готов и этот тест оставить, а вот эти простые тесты убрать. Таким образом, мы завершили разработку нашего DeepMerge объекта, DeepMerge функции, и теперь мы можем, собственно говоря, внедрить ее в наш продакшн. Вот таким образом делается разработка через тестирование. Надеюсь, вам было интересно, а в следующем нашем видео мы можем поговорить про типы. На этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Sawyer. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok